В этом году, когда отдыхающих в разы больше, это недопустимо, подчеркнул Анатолий Пахомов на встрече с руководителями отелей, здравниц и предприятий курорта. Напомню, ДНД создали в Сочи в период подготовки к Олимпийским играм. Добровольцы должны были помогать полиции в обеспечении порядка в оживлённых местах курорта во время подготовки и проведения игр. Как отметили на совещании, общими усилиями и при помощи дружинников удалось в разы снизить уровень преступности. Но сейчас, в пик курортного сезона, после 11 вечера добровольных помощников полиции на улицах встретить трудно. Хотя, по документам, в рядах ДНД состоят почти 2000 сочинцев. Как выяснилась, проблема в плохой организации работы дружин. Также стало известно, что некоторые коммерческие предприятия отказываются направлять своих сотрудников для работы в народных дружинах. А что ж вы так? Вы что, хотите на багажнике кататься? Учителя будут охранять ваших туристов? Негоже, правда? Мы не ожидали такого равнодушия. Я вас очень попрошу подумать, о чём я сказал, и понять, что не годится так. Мы в одной лодке. И для того, чтобы город развивался, и каждый зарабатывал, нужно в одной лодке делать всем общее дело. По данным соцопросов крупнейших турагентств, в Сочи в этом году приехало много туристов, в том числе и благодаря рекламе, как самого безопасного города России. И если надежды отдыхающих не оправдаются, то в следующем сезоне курорт может не досчитаться гостей. Мэрия с этим мириться не намерена. Поэтому глава города вызвал к себе наличный приём руководителей всех организаций и предприятий, которые отказываются от участия в ДНД.